МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По этому параметру Азербайджан занимает одно из передовых мест в мировом масштабе. В целом это позволяет республике проводить любые международные соревнования, подчеркнул на открытии Олимпийского спортивного комплекса в Тертере президент Ильхам Алиев. На этой неделе глава государства посетил несколько районов страны. Тертерский район. Ему принадлежит особое место на карте Азербайджана. Он находится во фронтовой зоне, и потому внимание этому району особое. В последние годы для социально-экономического развития Тертерского района была проделана большая работа. Инфраструктура здесь улучшается с каждым разом. Газификация достигает 98%. Полностью обновляется дорожное хозяйство. Решены вопросы с электроэнергией. В настоящее время продолжается реализация проекта питьевой воды и растительного проекта. В Тертерском районе после открытия Олимпийского спорткомплекса глава государства встретился с группой спортсменов района. Зерноводство и хлопководство – традиционные для Тертера отрасли сельского хозяйства. Что касается хлопководства, то урожайность Тертеры выше средней урожайности по стране. Следует учесть, что наши горе-соседи многие годы перекрывали поступление воды в Тертер. Воды, для сбора которой Азербайджанская республика в свое время, в 1970-х годах, проделала большую работу. Строительство Сарсангского водохранилища было осуществлено Азербайджанской республикой за счет республиканского бюджета. А сейчас горе-соседи перекрыли нам воду. Это экологический террор. Перекрывать кому-то воду – это преступление, отметил Ильхам Алиев. По его словам, это проявление фашизма. И не случайно в Армении возводят памятники фашистам. В Азербайджане ведется созидательная работа, благоустройство. В каждом городе строятся социальные объекты. Такие прекрасные олимпийские центры, больницы, школы. Прокладываются дороги, проводится газификация. А в нищей Армении живут побираясь, еле-еле. Однако возводят шестиметровые памятники фашистам. Человеку, сотрудничество которого с Гитлером, подтверждено документами. Человеку, который во время войны сказал, кто умирает за Германию, умирает и за Армению. Человеку, который был арестован соответствующими органами Советского Союза, приговорен к 25 годам, так и умер в тюрьме и не был реабилитирован. Такому человеку возводят шестиметровый памятник. И сегодняшнее руководство Армении преподносит его как героя. О чем это говорит? О том, что в Армении может смениться власть. Но террористическая и фашистская сущность этой страны остается неизменной. И это должен знать каждый. Должен знать весь мир. Позиция, продолжил президент, которую сегодня международные организации демонстрируют в связи с армяно-азербайджанским и Нагорно-Карабахским конфликтом, отражает истину и справедливость. Глава государства отметил, все ведущие международные организации выступили с соответствующими заявлениями об урегулировании конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана. Поэтому, конечно, позиция этих международных организаций и многих стран укрепляет нашу позицию. С политической и правовой точкой зрения наша позиция безупречна, а позиция Армении ошибочна. Мы в разы сильнее Армении в экономической и военной сфере и продемонстрировали это, в том числе на поле боя. Они напали на нас, а мы дали отпор и посадили их на место. Освободили часть Агдеринского, Физулинского, Джабраильского районов. Что сделали они? Бомбили наши села, вот здесь, Тертере. После апрельских боев я приехал, увидел эти бомбы, снаряды, побывал в домах. Они бомбили город Тертер, села Тертера и Агдама. Если это не фашизм, то что же? Нельзя воевать с мирным населением. Глава государства напомнил об апрельских боях 2016 года в зоне конфликта и Нахчеванской операции. Они должны были послужить уроком для Армении. Азербайджанская армия показала свою мощь. Ильхам Алиев также отметил, что источник нашей силы – азербайджанский народ. Источник же вооруженных сил Армении – иностранные пожертвования. Они открыто признают, что без внешней поддержки эта страна пропадет. У нее нет будущего, подчеркнул президент. Путь решения Нагорно-Карабахского конфликта – один. И это – восстановление территориальной целостности Азербайджана. Резюмировал Ильхам Алиев. Сотрудничество между Азербайджаном и Азиатским банком развития углубляется с 1999 года. Речь здесь идет не только о ряде проектов, осуществляется и совместное региональное сотрудничество. Успешное проведение в 2015 году в Баку 48-го ежегодного заседания Совета руководителей Азиатского банка развития явилось наглядным примером партнерства, построенного на взаимном доверии и уважении. Это было подчеркнуто во время видеоконференции между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом банка Масацугу Асакавой и другими представителями руководства банка. Инициатор видеоконференции – Азиатский банк развития. Азербайджан и Азиатский банк развития реализуют ряд важных проектов. Общая сумма кредитов и гарантий, выделенных АБР республики, превышает 3 миллиарда долларов США. Эти средства помогли стране вложить инвестиции в инфраструктуру. Об этом сказал президент Ильхам Алиев на видеоконференции с представителями Азиатского банка развития. Глава государства также коснулся темы борьбы с пандемией коронавируса, отметив, что благодаря своевременно принятым Азербайджаном мерам потери минимальны. Согласно заявлению Всемирной организации здравоохранения, Азербайджан считается образцом в борьбе с COVID-19. Ильхам Алиев отметил, что в стране для поддержки пострадавших от пандемии секторов экономики, а также поддержки безработных, людей, потерявших работу, малообеспеченных, даже неформально занятых, было выделено более 2 миллиардов евро. Еще один вопрос, который я хотел бы затронуть, заключается в том, что мы уже работали вместе по проекту железной дороги. Однако в настоящее время мы находимся в процессе восстановления нашей железной дороги в направлении север-юг. Азербайджан уже вложил крупные инвестиции в данный коридор, который имеет огромный потенциал. Сегодня на нашей границе с Россией наблюдаются пробки, так как рост экспортных товаров из Азербайджана и Ирана уже не позволяет перевозить их грузовыми автомобилями. Поэтому нам необходима современная железнодорожная система, которая станет частью коридора север-юг. Хотел бы попросить вас рассмотреть и этот проект. Президент Азиатского банка развития, в свою очередь, обещал рассмотреть данный вопрос. Кроме этого, он подчеркнул вклад Азербайджана в международную борьбу с COVID-19, а именно предоставление Азербайджанам Всемирной организации здравоохранения для фонда борьбы с COVID-19 в общей сложности 10 миллионов долларов США, в том числе пожертвования в размере 5 миллионов долларов США нуждающимся государственным участникам движения «Неприсоединение». Азербайджан также оказал помощь 13 странам, страдающим от пандемии, в том числе Китайской Народной Республики, Пакистану, Кыргызстану, Таджикистану и Узбекистану. Наряду с этим решением правительства страна внесет вклад в 13-й Азиатский фонд развития. Этой возможностью воспользуются бедные и уязвимые страны мира. Тема, которая с начала года, к сожалению, продолжает оставаться актуальной – пандемия коронавируса во всем мире. В Азербайджане ситуация под контролем, однако карантинный режим решили ужесточить. Тем самым в эти выходные выходить на улицу запретили вплоть до 6 утра понедельника. А в будни все те, кто появятся в общественных местах без защитных масок, будут оштрафованы. Подробнее о ситуации расскажет мой коллега Шамистан Мамедов. Ограничения ввели в нескольких крупных городах Азербайджана. Закрытые магазины, в том числе продуктовые, не работают аптеки, жителям нельзя выходить на улицу. Запрещено даже выбрасывать бытовой мусор. Решение об ужесточении карантинного режима было принято в связи с активным ростом числа заражений коронавирусной инфекцией. В порядке исключения выйти из дома можно только в случае опасности для жизни и здоровья, или же для участия в похоронах близкого родственника. Для последнего нужно получить специальное разрешение, позвонив на горячую линию 102. Ряд структур, в том числе больницы, скорая помощь, коммунальные службы, СМИ продолжают свою работу. Необходимые данные должны быть внесены в портал электронных разрешений и джазаэгов.ас. Запрещено передвижение всех видов транспорта, кроме карет, скорой помощи, спецтехники и служебных автомашин-структур. Ограничения касаются также личных автомобилей и такси. Столица практически опустела. Даже в центре города обычных прохожих встретишь едва ли чаще, чем военных или патрулирующих сотрудников полиции. Граждане, которые выходят из дома, не имея на это соответствующего разрешения, будут оштрафованы на сумму от 100 до 5000 монатов. Нарушителей также могут арестовать. Краткосрочная изоляция будет носить регулярный характер. Жители должны будут закупать все необходимое на выходные. Не исключено, что подобные меры будут предприняты и в других городах Азербайджана. Новости о коронавирусе заставляют многих паниковать. Напрасно, уверены психологи. Спокойствие, спокойствие и еще раз спокойствие. В период пандемии они делятся с советами, как справиться со стрессом. Сейчас на связи с нами Шамиль Фаталиев. Шамиль, здравствуйте. Здравствуйте. Шамиль, конкретных сроков окончания пандемии нет. Карантинный режим в Азербайджане продолжается. По-прежнему рекомендуется соблюдать режим самоизоляции. По возможности, конечно же. Одним это нравится, другим нет. Как существовать в режиме самоизоляции и как бороться с психологической напряженностью? Дело в том, что с психологической напряженностью каждый борется по-разному. Ведь есть разные темпераменты и есть около 13 психотипов личностей. И каждый из них переживает по-разному это состояние. Есть группа психотипов, которые, например, не могут находиться постоянно в каком-то изоляционном моменте, режиме. Им нужно постоянно что-то делать, двигаться, общаться и тому подобное. Больше всего достается им. Есть пара психотипов, которые, например, такое состояние, это душевное состояние постоянное. Например, это комфортный тип, который может как все, так и я, например. И есть, например, люди, которые холерики, темперамент такой. Им все равно, что происходит. Но есть и другие люди, другие психотипы, которым тяжело. И в данном случае это все зависит, опять-таки, от того, насколько нагружен человек. Имеется в виду семейные какие-то у него обязательства, ролевые. А если какие-то у него долги, например, или какие-то проекты незаконченные, то это, конечно же, аккумулирует еще больше его состояние тревоги и стресса. И хуже всего, конечно, психотипу тревожно-мнительному. Потому что там не только тревога за то, что происходит вокруг, и можно заболеть. Там еще и тревога за то, что как бы жить дальше, а что будет потом. То есть материальная сторона и все остальные стороны тоже подмечены. И в данном случае, конечно же, лучше всего это абстрагироваться от всяких разных каналов, которые поставляют информацию по поводу каких-то там, значит, мистических моментов, связанных с этим. То, что стигматизируется постоянно. И смотреть больше позитивного видео, например, или слушать музыку, или заниматься какими-то, например, новыми познаниями чего-то научного, например. Или кто-то изучать начал сейчас веб-дизайн, или же блогинг, или тому подобное. То есть это тот период, когда люди могут поучиться чему-то, выучить какую-то новую для себя профессию. И в дальнейшем можно будет это использовать. Но, к сожалению, не все люди к этому способны. Потому что привычный образ ритма жизни нарушен. И происходит некая такая психологическая капсуляция. Человеку бывает очень сложно потом реадаптироваться. Потому что это как из горячего душа в холодной. То есть там очень сильная декомпрессия психики. И в этом случае я бы посоветовал людям больше общаться через соцсети с нормальными какими-то сообщественными людьми, с близкими, которые могут поддержать, друзьями, создавать какие-то общие чат-группы на какие-то интересные веселые темы. Есть момент, когда люди, например, просто объединяются, играют в какие-то онлайн-игры. Но и с другой стороны, чтобы это не было такого дикого привыкания. Я думаю, что то, что два дня там сейчас на данный момент объявлен вот такой строгий карантин, это не так уж тяжело, потому что остальные последующие пять дней люди могут выходить, общаться, дышать свежим воздухом. И это не так было, как первый раз, когда был объявлен карантин. То есть психика постепенно-постепенно начинает к этому привыкать и рефлексировать. Вот как-то такие вот... Это мое личное мнение по этому поводу. То есть об этом можно говорить бесконечно. Если есть какие-то конкретные вопросы, я готов на них ответить. А как быть людям пожилого возраста? Онлайн, игры, видеосвязь не для них. Им как раз очень нужно живое общение. Несмотря на то, что больше остальных, они как раз-таки нуждаются в самоизоляции. Но тем не менее пенсионеры продолжают выходить на улицу, чтобы сходить в магазин или просто посидеть на лавочке. Какие рекомендации есть у психологов для них? Я посоветую им больше заниматься дома физическими нагрузками, потому что это более-менее разряжает психику. Например, если они начали заниматься тем же самым фитнесом. Сейчас очень много людей предлагает онлайн, например, занятия. Йогой, медитацией. Это очень хорошо расслабляет. Но опять-таки, если в доме находятся дети, которые постоянно бегают, например, большая семья, и тяжело найти себе место и время для того, чтобы расслабиться, нужно для начала, я думаю, что все-таки с ними обсудить этот вопрос и как-то привести их к какому-то общему такому дисциплинарному порядку, если это, конечно, получится, чтобы участниками данного мероприятия практически были хотя бы все члены семьи, если это получается. Но для этого нужно немножко подготавливаться, потому что ментально мы никогда этого не испытывали, таких ситуаций не было, и ментально мы не готовы сейчас переходить. Например, все стали заниматься йогой или медитацией. И, конечно же, нужно подготавливаться к этому. То есть есть много очень видео на эту тему. И общение, например, то же самое можно наладить опять-таки через интернет. То есть есть очень много социальных служб бесплатных, которые общаются. Я часто выхожу в эфиры и даю какие-то техники, рекомендации в качестве социальной поддержки, психологической. То есть чему можно научиться, тоже что-то для себя дома сделать. Можно также, например, начать читать книги более интересные. В интернете их тоже очень много. Все остальное, в принципе, постепенно начнет уже приходить к привыканию. Других каких-то способов что-то изменить, к сожалению, на данный момент нет. А есть ли у коронавируса положительное влияние на отношения между людьми? Чему нас учит COVID-19? Я бы сказал, что изначально, когда все началось, были неплохие показатели того, что люди стали воспринимать те вещи, к которым относились, как-то так халатно, более серьезно. То есть это взаимоотношения с близкими. Это почувствовали, что могут завтра, например, их не увидеть, потерять. То есть возникло какое-то некое состояние опеки, сопереживание. Ведь вы знаете, что беда объединяет людей больше, чем радость. И с другой стороны, это было, конечно, для людей чем-то новым. Это новый поведенческий паттерн, который они очень с трудом для себя восприняли. И он вживился в нас. Но потом, после, когда уже нас отпустили, и люди почувствовали свободу, ведь были очень много негативных отзывов об этом, обо всем. Недоверие ко всему этому. И вот уже сейчас, например, люди, они не так, как в первый раз, когда пошла первая волна. Они сейчас более подозрительные, более мнительные. И я думаю, что немалое количество отрицательных факторов сейчас происходит во взаимоотношениях с людьми. И большинство людей вообще не верит в то, что происходит на самом деле в эту реальность. И они учатся, наверное, скорее всего, от обратного теперь. И я думаю, что здесь нужно либо как-то с точки зрения, например, государственного какого-то подхода, институтов, обучающих людей, каких-то групп, как-то их, опять-таки, выводить из этого состояния и показывать, что реальная угроза существует, и что им нужно все-таки быть более благоразумными, заботиться о своих близких, соблюдать гигиену, стараться не передаваться панике, потому что это страшно. Паника может уничтожить больше, чем любая атомная война. Поэтому в данном случае я думаю, что нужно все-таки научиться, в первую очередь, как у нас говорят, сабру, да, то есть терпению. И с терпением принимать все, что происходит на данный момент и ожидать, что это рано или поздно закончится. Но после, чтобы быть готовыми, нормально сосуществовать, жить, продолжать свою деятельность. Спасибо большое, что уделили нам время и за ваши рекомендации. Вам спасибо. Напомню, на связи с нами психолог Шамиль Фаталиев. Он поделился с нами, как справиться со стрессом во время пандемии коронавируса. А сейчас узнаем, какова статистика зараженных COVID-19 в Азербайджане на сегодня. В Азербайджане зафиксировано 314 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 125 человек вылечились, четверо скончались, сообщает оперативный штаб при Кабинете министров. Таким образом, общее число заразившихся в стране составило 7 553 человека, из которых 4 149 вылечились, 88 скончались. В настоящее время в больницах специального режима находятся 3 316 человек. Из них 69 находятся в тяжелом состоянии, 80 человек в состоянии средней тяжести, остальные в стабильном. Проведено более 339 тысяч тестов на коронавирус. Михребан Касумова, Сибиси. В начале этой недели отмечался Международный день защиты детей. Дата призвана напомнить всему мировому сообществу о самом важном в нашей жизни – о детях, о необходимости их защиты, особенно тех, чьи жизни находятся в постоянной опасности. Это касается и азербайджанских детей, живущих в прифронтовых селах. Территориальный конфликт Азербайджана и Армении из-за Нагорного Карабаха длится уже 30 лет. Обсуждение темы продолжим с депутатом парламента Азербайджана Севинч Фаталиевой. Севинч Ханум, здравствуйте. Здравствуйте. Несомненно, что права детей являются одной из самых важных и неотделимых частей прав человека. Но вот уже больше четверти века жители Азербайджана, в том числе и дети, сталкиваются с армянской агрессией и бесчеловечной политикой этнической чистки, геноцидом. Эта тема не раз обсуждалась в рамках международных организаций. Какие документы в связи с этим приняты, касающиеся непосредственно защиты детей в зонах конфликта? К сожалению, за последние десятилетия в мире количество детей, погибших у вооруженных конфликтов, растет. И несмотря на то, что за эти годы было принято огромное количество и конвенций, и законодательных актов по международному праву, все равно дети погибают и становятся жертвами вооруженных конфликтов. Ведь, к нашему большому сожалению, Азербайджан не исключение в этом, поскольку за период армяно-азербайджанского Нагорного-Карабахского конфликта тысячи детей стали жертвами этого конфликта. И когда мы говорим о жертвах конфликта, тут не обязательно говорить о смерти детей, о том, что дети были убиты. Безусловно, это бесчеловечно, безусловно, это не входят в никакие рамки гуманизма. Но мы должны говорить о том, что дети теряют родителей, дети становятся инвалидами, дети лишены возможности получать образование, дети лишены возможности получать какие-то вопросы, связанные с экологией, и нормально проводить свое детство. Это тоже является своего рода воздействием вооруженных конфликтов, войн. И, безусловно, существует ряд международно-правовых инструментов для защиты детей, страдающих от вооруженных конфликтов. И здесь в первую очередь необходимо говорить о Женевской конвенции 49-го года о дополнительном протоколе, которые направлены в частности на защиту людей, которые непосредственно не участвуют в боевых действиях, гражданских лиц, в том числе детей. Особое значение здесь имеет также факультативный протокол о конвенции по правам ребенка об участии детей вооруженных конфликтов. И с 92-го года Азербайджан принял закон или гратифицировал вышеупомянутый оккультативный протокол. И была проделана колоссальная работа по защите прав, оказанию различных видов помощи детям, живущим в зонах конфликтов. Но здесь мы должны говорить о нескольких аспектах. В первую очередь мы должны вернуться в историю, вспомнить 90-е годы, когда была активная фаза конфликта. И, безусловно, дети, ставшие беженцами, вынужденными переселенцами, какую помощь они получили тогда от государства, тогда еще молодого, не совсем, так скажем, крепкого государства, поскольку все мы прекрасно помним, какие события и процессы происходили в тот период в Азербайджане. Но несмотря на это, как и гуманитарная, так и психологическая помощь и всяческая поддержка государства была оказана именно тем, безусловно. Но несмотря на то, что достигнут режим прекращения огня, боевые действия и по сей день продолжаются. И все мы прекрасно помним тех детей, которые за последние несколько лет стали жертвами именно армянской агрессии. Это и Фарис Бадалов, и Айгын Шахмалеева, и маленькая Захра, которые ни в чем не повинные дети, просто проживают свое детство. И, наверное, самой главной трагедией являлось то, что они находились непосредственно вблизи агрессора. И став жертвой агрессии, в первую очередь здесь имеет место факт того, что агрессора сейчас не останавливает ничто, никакие ни гуманные соображения, ни человеческие ценности. И даже ребенок, играющий во дворе, может стать целью и мишенью. Безусловно, в этом плане необходимо в первую очередь привлечение внимания международного сообщества, в принципе, в азербайджане, азербайджан со своей стороны, на различных уровнях, как на уровне парламента, так и на уровне различных общественных организаций, в первую очередь на уровне фонда Гейдара Алиева. Здесь об этом отдельно надо говорить. Проводится колоссальная работа по привлечению общественного внимания именно к вопросам о безопасности детей в вооруженных конфликтах. И сегодня, я думаю, что этот вопрос также остается одним из самых главных вопросов в этом конфликте, поскольку когда погибают солдаты, когда погибают военные, военнослужащие, безусловно, это требование войны. Но когда погибают дети, это не входит ни в какие рамки. Самой кровавой трагедией в истории Азербайджана в конце 20 века стал геноцид в городе Ходжалы, учиненный армянскими вооруженными формированиями. Среди жертв 63 ребенка. Об этом прекрасно осведомлены международные структуры. Вы эту тему также поднимали не раз. Какова их реакция? Когда мы говорим о Ходжалинской трагедии, сегодня, я думаю, самым главным вопросом является кампания «Справедливость Ходжалы», которая проводится фондом Гейдара Алиева. И сюда привлечены все общественные объединения и азербайджанцы, живущие за рубежом. И здесь необходимо отметить, что благодаря именно этой кампании сегодня около 16 стран мира признали Ходжалы геноцид. Около 24 штатов Соединенных Штатов Америки признали этот геноцид. Я думаю, что это проведена большая работа и достаточно показательно то, что сегодня истины о Карабахской войне, истины о Ходжалинской трагедии известны всему миру. И если в первые годы после этой трагедии было несколько сложно довести до мирового сообщества реальную ситуацию об истинном лице агрессора, я думаю, сегодня как и со стороны власти Азербайджана, так и со стороны, опять же, и парламента, и общественных организаций проведена колоссальная работа именно в плане доведения до мирового сообщества тех реалий, которые происходили и происходят по сей день. Я думаю, что наша главная цель сегодня заключается именно в проведении правильной информационной войны, поскольку сейчас война проходит не только на линии соприкосновения огна, а в первую очередь в информационном пространстве. Насколько активны мы будем именно в этом пространстве, насколько будем активно и, так скажем, солидарно доносить истины о карабахском вопросе, о тех жертвах, о беженцах, которые столкнулись с этой проблемой, и я думаю, что в этом плане мы можем достичь определенного успеха. Безусловно, вопрос геноцида существует в ряде стран, и сегодня, проводя параллели с различными другими трагедиями, я думаю, что мировое сообщество и международные организации достаточно четко понимают, с чем именно Азербайджану пришлось столкнуться. И в этом плане мы, опять же, должны говорить о том, что сегодня это не просто обсуждение, а именно решение парламентов определенных стран, которые принимают и сочувствуют, так скажем, Азербайджану. Но в то же время мы сейчас находимся на таком этапе, что и в таком положении, что нам здесь главное не сочувствие, а главное принятие определенных решений и принятие определенных позиций со стороны международных организаций. И я думаю, в этом плане именно чем больше стран и парламентов признает сходя Алинскую трагедию, я думаю, что в этом плане мы должны... Безусловно, количество этих стран будет расти, количество людей, информированных об этом, будет расти. И тут, в первую очередь, это необходимо для самого главного, для того, чтобы агрессор и виновник всех этих бесчинств и трагедий был бы наказан в соответствии с международным правом. Спасибо большое за участие в нашей программе. Спасибо вам, Ириба. Напомню, на связи с нами депутат Севинч Ваталиева тема обсуждения защита прав детей на фоне армянской агрессии. В продолжении темы. Армянская агрессия распространяется не только на Азербайджан. Посредством третьих сил эта страна пытается внести разлад во внутреннюю и внешнюю политику других государств. Попытки официального Еревана тщетны, но, тем не менее, ситуацию на время усложняют. Подробнее тему продолжим с директором Центра истории Кавказа Резваном Гусейновым. Здравствуйте. Итак, армянская сторона вновь пытается дестабилизировать ситуацию в регионе. Какие последние попытки она предприняла? Мы уже привыкли к тому, что в нашем регионе, в регионе Южного Кавказа, Армения постоянно играет роль дестабилизационную. Это касается ее участия практически во всех межнациональных конфликтах на Южном Кавказе. Прямое участие в Нагорно-Карабахском конфликте, опосредованное участие в конфликтах на территории Грузии. Это, значит, и в Абхазии, мы знаем, был батальон Баграмяна, который уничтожал грузин. Это и в Осетии. То есть, к сожалению, вот эта ниша, она заполнена армянской стороной. И те события, которые постоянно с некоторой амплитудой повторяются в Грузии в вопросе Азербайджана-грузинских отношений, они искусственно в основном нагнетаются эмиссарами и конкретными политическими кругами спецслужбами Армении. Опять-таки, делает она это по заказу третьих сил. Она никогда не гнушается заказом с третьей стороны. Что происходит сейчас? Мы видим, что за этими людьми или за этими событиями четко прослеживается след из Еревана. В этот раз ситуация еще больше усугубилась тем, что началась истерика в нескольких направлениях. То есть, ряд так называемых общественных деятелей вдруг вспомнили про Наримана Нариманова, то есть, известного азербайджанского политического деятеля. Все началось с того, что надо снести ему памятник в Марнеуле. Местный священник в воскресенье призвал к тому, чтобы снести памятник большевику, который помогал якобы оккупировать Грузию. И эта истерия перебросилась в некоторые семьи на телеканалы. То есть, это чисто провокационные действия. Но очень четко сработала служба государственной безопасности Грузии. Буквально несколько дней назад она распространила конкретное заявление, где четко показывает, что некоторые люди, некоторые общественные деятели и круги искусственно пытаются внести разлад в отношения между Азербайджаном и Грузией. На фоне расовой, как они там написаны, национальной нетерпимости, разжигают конфликт на ровном месте. И СГБ Грузии предпримет все меры для того, чтобы нейтрализовать этих людей, а также предпринять иные меры профилактические для того, чтобы подобные акции не повторялись. Я считаю это очень хорошо, что именно грузинская сторона так четко реагирует, понимая, кстати, в этом заявлении четко показано, кто и как является закулисными спонсорами и провокаторами в этом деле. Я думаю, что на перспективу эта тема будет постоянно подниматься. То есть мы привыкли, что по определенным датам или по определенным событиям, когда грузино-азербайджанские отношения поднимаются еще на более высокий уровень, подписываются какие-то экономические транзитные договоры, обязательно эти успехи омрачаются подобными акциями, которые, опять-таки, как мы уже поняли, за кулисой за ними стоит и Реван, и Третья Сила. Тут я считаю, что основной все-таки целью всех вот этих акций националистических, которые прикрываются религиозными лозунгами, лозунгами национализма, является навредить той самой успешной транзитной экономической оси, которая есть между Азербайджаном, Грузией и Турцией. То есть вот эти транзитные потоки, энергетические потоки и проекты, которые фактически укрепляют наши регионы соседние, в них нет Армении. И мы знаем, по каким причинам. Именно ее оккупационная агрессивная политика не позволяет этому государству участвовать в региональных проектах. Естественно, Ереван старается отыгрываться так, как умеет, разжигая национальное и религиозное противостояние. Но что очень хорошо, в последние годы грузинская общественность все больше и больше начинает понимать, кто стоит за этим провокациями и какой урон они могут нанести, в первую очередь, самой же Грузии и всем региональным игрокам. Я думаю, что активная деятельность государственных структур Грузии в перспективе поможет более качественно нивелировать вот эти проблемы, которые постоянно возникают. Спасибо большое. Напомню о попытках Армении с помощью внешних сил внести разлад во внутреннюю и внешнюю политику других государств итогом недели рассказал директор Центра истории Кавказа Резван Гусейнов. На этом программа подошла к концу. Чем запомнится следующая неделя, смотрите, как обычно, в воскресенье в 21.00 на телеканале CBC. Берегите себя и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин